Знаете, нет времени объяснять. Резко выпрыгиваем из грузового лифта с дробовиком наперевес и быстро-быстро валим толстяков. Всего их тут двое, и вдвоем они представляют большую опасность, поэтому лучше действовать быстро и выносить их поодиночке. Первый умер, вот второй сдохни-сдохни-сдохни! Фух, ну вот и всё, теперь можно. Всем привет, дорогие друзья, с вами Stargame, и мы продолжаем проходить игру Far Cry 1. Остановились мы на том, что спускались вниз на грузовом лифте, и сейчас, судя по его состоянию, он разбился. И мы оказались вот такого джо... Опасности. Ну, а опасность мы преодолели, можно двигаться дальше. И да, вы не забыли, мы продолжаем искать Вэл, и сейчас нам нужно идти туда, где последний раз был замечен её сигнал. Так, в общем, здесь ничего у нас особо такого-то и нету, сюда нас не пускают, и куда-то пропал толстяк. Ну и ладно, вам же всё равно пофиг. В общем, ладно, бежим вперёд в лабораторию, где мы не увидим невидимок без ночного видения. Поэтому врубайте его заранее. А сейчас в этой лаборатории осталась последняя живая душа, не считая нас, конечно же. Это вон тот вот невидимка, который снял почти мне всю броню. Но слава богу, я с ним поквитался. Он сдох, можно вырубать ночное видение и обследовать тела мёртвых врагов. Как всегда, у них патроны до броня, и это хорошо. Вот, кстати, та дверь, которая нам нужна, но без карточки она не откроется. Что ж, придётся искать карточку. И, насколько я помню, она находится здесь, в окружении тех, вон, наёмников. Но пока что нам нужно будет расправиться с толстяком, который идёт параллельно наёмникам. А точнее уже наёмнику. Потому что тех двух мы убили, но одному повезло. Ладно, давайте, что ли, поможем наёмнику перед его смертью убить этого толстячка. Ну и заодно мы себе удружим. То есть у нас не будет проблем. Так что давайте, убьём его. Ну вот и всё. Теперь на очереди наёмник-броняшка. И мне ещё повезло, что он за миниган не сел. А то мне было бы очень плохо. Так, в общем, все тут мертвы. Теперь давайте возьмём патрончики для дробовика и нашу ключ-карточку. Всё, теперь можно возвращаться обратно в ту самую лабораторию. По тому же самому пути к той же самой двери. И да, вы, если приглядитесь, то вы на радаре заметите какую-то розовую хрень. Это и есть Вэлл. Да, только она находится сейчас под нами. А сейчас я уже открыл дверь. Тут опять война уже между невидимками и броняшками. И на моё удивление, броняшки здесь быстро умирают. И я могу предположить, что либо оружие у меня мощное, либо я нашёл их слабое место. Спину. Ладно, в общем, бежим дальше. В вентиляции вообще не залазьте, потому что там ничего нету. А вот здесь у нас трагины. Кидаем туда гранатку. Они, конечно же, выбегут. Ну или кого-то, конечно же, гранаткой убьёт. Так, двое трагинов в минусе. Третий тоже. А четвёртый? А четвёртый уже не дрыгается. Либо его паром там пришпарило, либо гранатой. Бджжжжж. Так, вот как вы видите, тут пар. Но он, походу, до пара не добежал. Всё-таки граната, наверное, своё дело сделала. А остальных... Ну, остальных мы уже сами прикончили. Снова какое-то помещение. И если так предположить, то это может быть центр управления. Здесь тоже взбунтовавшиеся мутанты, о которых я уже говорил и называл их прыгунами. Что типа это умные, прыгучие, человекообразные мутанты. Так вот, это они и есть. Они прыгают похлеще трагенов, но зато они не кусаются, а стреляют из автоматов. То есть, у них у каждого своя особенность, и они чем-то смахивают на невидимок. Я сейчас даже вам покажу прыгуна вблизи. Мёртвого, конечно же, но для этого нам нужно будет спуститься вниз. Компьютером. Кстати, пока я это говорил, завалил всех. Ну, нормально. Нормально. Кстати, вот и прыгун. Правда, он почему-то не захотел к нам поворачиваться лицом. Но вот так вы можете рассмотреть его сзади. И да, лицо вы его ещё увидите не раз, потому что, ну, мы не раз его и встретим. В смысле, такой тип монстра. Да и все они на одно лицо. Ну что ж, прыгуна я вам показал. Теперь можно посмотреть, что здесь внизу интересненького. Ну, только аптечкой гранаты. Так что, если вам это нужно, спускайтесь сюда. Да. А теперь поднимаемся опять наверх, не будем терять времени и зайдём в нужную нам дверь. Так, это закрыто. А вон-то открыто. Но, скорее всего, мы оттуда пришли. Да, именно так. Поэтому топаем в следующую дверь. Это точно она. Сейчас как раз трагины выбегут. Вон они какие одинаковые. Как одинаково прыгают, и как одинаково умирают. И пока что мы прямо не пойдём, хотя нам туда и нужно. А заглянем вот сюда. Здесь у нас был наёмник-инженер, который поплатился своей жизнью. И вот оно. Это помещение называется инкубатор. Здесь наёмники выращивают вот таких вот толстяков. Я уже не понимаю, зачем. Ведь восстание. Нафига их выращивать? Ведь всё равно они за сторону наёмников не будут. Они взбунтуются тоже. Если бы у меня сейчас была возможность, я бы всю эту лавочку прикрыл. Но, к сожалению, этого сделать нельзя. Так, а вот здесь толстячок уже мёртвый. Видимо, он как раз и восстал. Да, ну это очевидно. И здесь уже дружок того инженера. Ну, походу, он оплакил его смерть. В общем, ладно, проходим дальше. Что у нас тут? Давайте посмотрим. А сюда нас не пускают. Да и слава богу, потому что там вся комната зелёная. Это, походу, какой-то газ. Да. В общем, возвращаемся обратно. Сюда, по идее, заходить было и не нужно. Но я так. Чисто показать, что тут происходит. Теперь снова выходим на верный путь. Немного проходим. И кидаем вон туда гранату. Потому что там стоит невидимка, который хотел на нас напасть. Но мы его раскрыли раньше времени. Также вон там тоже стоит двое невидимок. Туда, кстати, нам и нужно. А сзади... А сзади та комнатка, которая вся зелёная. Оттуда как раз и пар прёт сейчас. Всё, все невидимки сдохли. И сейчас мы попали ещё в один инкубатор. Здесь тоже выращивают толстяка. А вон, кстати, та комнатка и мёртвый невидимка. Всё-таки граната помогла, да. Иногда гранаты хороши, а иногда плохи. Да, ненавижу инкубатор. В общем, ладно, пошли дальше. Здесь нам нечего делать тоже. Но мы хоть правильно идём. Вот, нам нужно теперь сюда. Да. И здесь у нас трагин. Та-дам! Наверное, он меня напугать хотел. Но, как всегда, надежды не оправдались. Эм, здрасте. Так, он тут обедал учёным. Вкусно, наверное. Я бы тоже его ел, если был бы мутантом. Так, опять инкубатор. Да сколько же их тут, а? Всё, в общем, пошли отсюда нафиг. Так, помню это место. Тут у нас жестокая, жестокая, жестокая перестрелка между броняшками и трагинами. Лучше им не мешать. Вон, трагины пробежали. Всё, сейчас мы будем только добивать, а не убивать. Давайте, стреляйтесь там, а я подожду немного. А я жду. Всё. Там вроде... Ага, всё. Ну вот, все были полуживые. Мы всех добили. Так что хорошо. Вот эта комнатка, это походу серверная. Тут просто много компов стоит. И именно тут сейчас мы нажмём одну кнопочку, чтобы получить доступ к лифту. Но сначала хорошенько осмотримся. Да, тут ничего нету, поэтому подходим к этой самой кнопочке. Нажимаем её. Всё. Опен. Теперь доступ открыт к лифту. Да, доступ получен. Теперь можно возвращаться обратно в центр управления через уже открытую дверь. Да, помните, она была закрыта. А сейчас открыта. Вот такая вот магия. А теперь давайте найдём нужную нам дверь, которая ведёт к лифту. И здесь даже можно заблудиться. Но, надеюсь, я не... Блин, заблудился. Я не помню уже, куда идти. Вроде сюда или нет. Не помню. Давайте найдём. Верный путь. Ну вот, блин. Нашли. И всё благодаря тебе, невидимка. За это тебе подарок в голову. Идём дальше, но за углом... Кто? Трайген, конечно же. Я надеюсь, вы это вслух сказали, потому что это уже настолько очевидно. Да, он тут и не один, а оказывается, их тут даже двое. Ну, компания хоть есть. В общем, ладно, проходим дальше. И дальше у нас, наверное, уже лифт. Да, именно он. Но сначала давайте обыщем вот это вот помещение. О, тут аптечка, броня, гранаты. Всё суперски просто. Отлично. Теперь можно спускаться со спокойной душой вниз. А внизу нас будет ждать сюрприз. 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 Толстяки. Блин, бежать, 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 бежать. Надо только... Господи, блин. Ох, он меня как ранил-то. Блин, у меня вся броня, вся... Нет времени гревать. Нужно быстро-быстро бежать. Вот сюда именно. А то второй толстячок нас догонит. И так же ударит. Второй удар я не переживу. Блин, уйдите, уйдите. Пожалуйста, уйдите. Всё. Фух. Мне повезло. Вот сегодня, да. Мне точно повезло, что меня не ранили. И сейчас вот именно на этом моменте не убили. Поднимаем аптечку, патроны. И всё, снова у нас хоть как-то всё нормально. Ну, более или менее. А сейчас открываем шлюз танкера и бежим в мутагенную камеру. А зачем? Вы сами скоро всё узнаете. Вижу цель. Ну вот, мы и в мутагенной камере. И здесь нам нужно снова стрелять, стрелять, стрелять. Ну и раз нам нужно опять же стрелять, то я пока что замолкну. У меня до тебя уже пуля подписана. Разберу тебя по госточкам. Ну вот и всё. Наконец-то вся вражина померла. Теперь давайте соберём кусочки брони и спустимся вниз для дальнейших указаний. Ну то есть, Дойл нам даст дальнейшие указания, что сделать нужно будет с этой мутагенной камерой. Я застрял. Дойл, мысли есть? Путь, Квейл, похоже, закрыт. Попробуй найти способ затопить помещение с мутагенной камерой и проплыть в другую секцию. Затопить помещение? Надеюсь, ты знаешь, о чём говоришь, Дойл? Дойл знает, что говорит, Джек. Поэтому давай, затапливай эту мутагенную камеру, ведь доброе дело же делаешь. Крутим вентиль и всё, она начинает затапливаться и нам нужно плыть вам в ту вентиляцию на потолке. И вы только посмотрите от мутантов, какие тени остаются жутковатые. Они даже страшнее самих мутантов. Вы только посмотрите на эти тени. Так, отлично, уже почти приплыли. Всё, отлично. Всё, теперь здесь можно ложиться и ползти, потому что присесть тут никак не получится. И теперь мы вот так вот будем должны медленно ползти к выходу отсюда, да? О, господи. Весело-то как, блин. Также берите в руки дробовик для того, чтобы... Ну, да вы и так знаете. Ух ты, и сюда вода попала. Ну, ничего, я не в обиде. Бегать, правда, будет немного посложнее, но мы потерпим. Тут толстячок вышел. Думал, ты чё, меня врасплох застанешь, что ли? Я уже о тебе знал, чувачок, иди плавай. Так, отлично, мы с ним справились, идём дальше. И мы всё ближе и ближе к Вэл. Неужели она здесь? Ммм, хотя... Нет, здесь у нас трайгены. Да, конечно же. Так, где второй? Потерялся, что ли? А-та-та, 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 и заиди, и заиди, и заиди. Фуф, демон ты проклятый. Напугал меня. Но он уже позади, а мы можем пройти в эту лабораторию. Она что-то быстро как-то стала такой гнилой. Но нам же пофиг, да? И вот за этой дверью, как нам показывает радар, находится Вэл. И правда, привет, Вэл. Я вижу, ты тут от трагинов отстреливаешься. Давай помогу. А в меня отстрелять зачем? Я, вроде, тебе ничего плохого-то и не сделал. О, уже всё. Ребята, плохие новости. Я пытался связаться с кем-нибудь, чтобы вытащить вас отсюда, но возникла проблема. В чём дело, Гарланд? Кригер установил электромагнитное поле, блокирующее все передачи вовне. Мой сигнал тоже блокируется. Придётся нам это исправить. Очень скоро я вас подберу. Я смогу доставить вас к источнику этого поля. Отсюда есть второй выход. Я жду вас на катере снаружи. Главный комплекс Кригера там неподалёку. Может быть, если подумать, я найду способ накрыть там всё. Делай, что хочешь, но как только поле исчезнет, я вас покидаю. Мне за это дерьмо даже не платят.